Друзья, всем привет! Добро пожаловать к нам на канал! У нас четверг, утро. Мы уже позавтракали. Я сегодня готовила галету с ягодами и делала яичницу. У меня рецепт галеты уже есть на канале, можете посмотреть. Сейчас буду собираться на работу. У меня сегодня такая очень интересная прическа. Я как одуванчик. У меня вообще, знаете, волос очень сильно вьется. Я вообще кудрявая. Если там где-то под дождь попало или еще что-то, то у меня волосы, видите, начинают завеваться. Я всегда, когда голову помою, стараюсь сделать укладку, выпрямить их. А вчера волосы просушила, собрала в дульку и таким образом легла спать. А сегодня я еле их немножечко выпрямила. Они прям вообще были очень кудрявые. Но сегодня захотелось. Сейчас немножечко соберу их, расчешу, сделаю такую, чтобы пусть такие будут сегодня, буду кучерявые. После работы хочу заехать на рынок. Нужно сегодня снова закупить продукты. Я прошлую закупку делала по крупам, покупала овощи. Сейчас также нужно будет купить овощи, потому что овощи у нас уходят очень быстро. Я каждый день готовлю какой-нибудь салат, плюс лук, морковь всегда у меня, чтобы была у меня уже морковь своя закончилась. Что-то в этом году закончилась она очень быстро, потому что я очень много делала салатов. Именно морковь по-корейски, морковь делала со свеклой, очень много делала слоями салат с майонезом, тоже такие легкие. Поэтому морковь в этом году у меня улетела очень быстро. Но нужно будет закупаться. Плюс нужно будет взять тряпочки, бумажный полотенце. В общем, по мелочи тоже для кухни нужно будет закупиться. Поэтому сейчас я пойду собираться, одеваться, делать укладочку и поеду на работу. А после заеду на рынок. На рынке снимать не буду, потому что все нужно будет быстро-быстро-быстро купить. А уже дома потом сделаю вам распаковочку. Поэтому всем желаю прекрасного дня. Ну и, конечно же, хорошего, отличного, я надеюсь, сегодня будет солнечного настроения. А я уже вышла с работы, сделала закупку. Закупка была большая. В общем, купила огромное количество овощей. Брала сладости, брала молочку. Для кухни брала кухонные полотенца, тряпочки. Также купила яйца. В общем, распаковочка будет уже дома. На улице у нас сегодня было солнечно. На солнце, знаете, так тепло. Но из-за того, что ветер, когда заходите в тенечек, было даже очень холодно. Со мной была замат. Мы еще по пути заехали в строительный магазин. Нам нужно было купить гипс. Ну, а уже после мы поехали домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, я уже дома. Разложила всю покупочку. Сейчас покажу, что я купила. Начну с муки. Взяли 5 килограмм муки. Дальше пергамент для выпечки у меня закончился. Также закончились у меня пакеты. Взяла ушные палочки, зубочистки. Также взяла пакеты зип-замком. Тоже для заморозки очень хорошо. Тряпочки для посуды. Цена все больше и больше становится. Туалетная бумага. Бумажные полотенца. 4 кусочка мыла. Дальше к чаю изюм. Взяли такие трубочки с кремом. Обычные печеньки Наполеон. Потом сухие печеньки. Сердечки. Конфеты. Тоже такие бралозлаковые. Мармеладные. Халва. Нам очень она нравится. Постоянно мы ее берем. И взяла цукаты. Это что касается чая. По молочке взяли молоко. Нужно было еще 3,2. Почему 3,2 сейчас нигде у нас нету. Три банки сметаны. Две баночки взяли 20% и одну взяли 15%. Творог. Творог я привозила с дома. Но уже начинает заканчиваться. Поэтому взяли еще две пачки. Сливочное масло. Сливочное масло я также привезла с дому. Мама давала. Но берем еще такое. Оно более такое сливочное, постное. Потому что домашнее оно довольно-таки жирное. Палку колбасы вязанка. Сыр. Новый день взяли. Кукурузу верне для салатов. Две пачки майонеза. Помидоры по овощам. Также взяла 2 болгарских перца. Лук. Из фрукта взяли только яблоки. Капуста. Уже свежая. За килограмм 30 тенге. Вытянула на 180. Морковь. И 4 десятка яиц. Яйца тоже очень у нас быстро уходят. А также купила еще сель. Хочу сегодня приготовить селедку под шубой. Вот такая у нас сегодня была закупка. По крупам мы в прошлый раз брали все. А сегодня уже много чего к чаю закончилось. Плюс яйца, овощи тоже очень быстро заканчиваются. Ну и молочка. Потому что я и пеку, и для завтрака все это использую. В общем, такая была сегодня у нас закупка. Мы пообедали. Решила навести сегодня на кухне небольшой порядок. Начинаю мыть посуду после обеда. На обед сегодня мы доедали. Со вчерашнего дня у меня остались макароны. Я готовила подлив. Поэтому мы на обед доели. А на ужин хочу приготовить селедку под шубой. Давно я ее хотела сделать. Наконец у меня дошли руки. До нее я поставила отвариваться ингредиенты. Яйца, картофель, морковь и свеклу. И постепенно по готовности этих ингредиентов я собирала, собственно, сам салат под шубой. Также на ужин хочу сделать гречку с овощами и мясом. И поставлю, наверное, сварю компот. Что-то захотелось такого плепихового компота. Поэтому все это у меня будет параллельно. Я, как тот Юлий Цезарь, сразу делаю несколько дел одновременно. Ну а пока мою посуду с обеда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 буду видеть, что вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на телеграм-канал и увидимся с вами в скором времени. Всем пока-пока! Продолжение следует...